Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в пятом уроке и мы продолжаем с вами изучать компонент gridbox. Сегодня будет небольшой урок и я хочу вам показать как менять шрифты. Мы делали с вами меню в прошлом уроке и давайте для этого меню посмотрим как меняются шрифты. Шрифты здесь добавляются от google шрифты. Первое что необходимо сделать перейдите в google и в поиске google напишите шрифты от google и первом списке у вас появится google шрифты ссылка переходите по ней открывается ссылка google шрифтов у вас если вы еще не пришли на новый интерфейс google шрифтов у вас здесь вверху будет посередине такой желтый прямоугольник по-английски будет написано перейти на новый интерфейс можете перейти я буду показывать на новом интерфейсе google а и так смотрите что мы имеем если мы сами зайдем сейчас в меню то есть наводим мышь в режиме редактирования нашего сайта на наше меню нажимаем на карандашик переходим на в меню и типография и вот здесь font family сменяем шрифт нажимаем на кнопку select и у нас уже есть список заготовленных меню конечно же можете по выбирать поэкспериментировать по выбирать шрифты чтобы выбрать шрифт чтобы он сразу применился вы просто кликайте мышкой по названию шрифта и шрифт применится но дело то что здесь большинство шрифтов они не поддерживают русский язык то есть если ваш лендинг на русском языке то вы не увидите изменений и будете думать что это не работает давайте добавим шрифт который будет нам нравится и который будет поддерживать русский язык для этого фонд google.com мы с вами вот здесь вот справа выбираем кириллик списке то есть это мы сортировали шрифты по кириллическим эти шрифты будут поддерживать русский язык ну и просто мы здесь с вами а проматываем вниз и вот визуально смотрим вот на этот текст это как будет выглядеть ваш текст да значит мы проматываем и смотрим что нам подходит у меня шрифт будет такой смотрите логотип у меня такой буковки такие симпатичные с наклончиком и вот что-то примерное мне надо так подобрать то есть вот такие строгие буквы ровные они мне здесь на сайте не подойдут вот подойдет лобстер популярный шрифт например то есть если мы кликнем по лобстру открывается настройки данного шрифта как я нажму пока назад ну например вот этот шрифт мне понравился что здесь есть в принципе можно посмотреть вот здесь вот как будет выглядеть вся всевозможные там параграф как будет выглядеть цифры здесь можно подубавить цифры в общем я ничего здесь не трогаю и что я делаю нам нужно скопировать название шрифта и вот этот вот параметр регуляр 400 просто взять то есть я просто кликаю по шрифту чтобы просто вот так скопировать от руки не писать название шрифта и у него параметр style 400 мы переходим обратно на сайт кликаем значит опять по кнопке select и нажимаем на кнопку add fonts говорящий о том добавить новый шрифт кликаем по этой кнопки появляется новое поле вот здесь мы вписываем название данного шрифта а вот в этом поле style который был непосредственно у этого шрифта до 400 и нажимаем на кнопку upload загрузить если вы не хотите среди шрифтов искать ваш шрифт можете в поле вот здесь вбить шрифт и в поиске отсортируется именно ваш шрифт он начинался нами я быстренько так просмотрю назывался mark script вот он я его нашел я просто кликаю по названию и вы видите у меня меню сменила шрифт да и тут уже после этого вы можете управлять размером вот фон сайт в пикселях вот видите я прибавляю да и мой текст то есть мое меню увеличивается и например я еще хочу сделать вот так то есть некрасиво смотрится когда все заглавные буквы а вот сейчас смотрится намного лучше то есть просто кликнула буковку т немножко увеличу возможно вот так и оставлю может быть сделаю чуть меньше вот 34 сделаю 30 или наверно даже 25 чтобы это симпатично все смотрелось и нажимаем на кнопку сейф идем на наш сайт обновляем страницу и у нас прекрасно шрифты применились к нашему меню и смотрите что мы делаем мы заходим опять в меню не забываем у нас здесь есть типография и вот еще субменю дополнительное меню до которые вы если вы конечно на сайте будете делать выезжающие меню да то есть при наведении на меню будет еще под менюшки всплывать для нее типография здесь то есть не забудьте не удивляйтесь если вы добавите меню и там шрифты будут другие потому что здесь нужно будет тот же шрифт он здесь уже есть вот он вы его добавите я только что его добавил сейчас и сэйв у меня пока таких меню нет здесь но возможно я их добавлю когда будем дальше учиться так что еще есть как применить шрифты для всего сайта вот заходим в эту шестеренку смотрите наш сайт делится грубо говоря на три части хедер это вверх шапка сайта body сам сайт середина сайта футер это подвал сайта низ сайта заходим в body и видите тут тоже есть типография если мы здесь заходит в параграф меняем типографию кстати это сейчас тоже сделаю у меня будет один шрифт для всего сайта то есть это меняется для всего сайта по идее должно смениться значит сменили для сайта так как у нас тут еще ничего не текста нет мы конечно же не видим да но шрифты применятся когда мы здесь добавим какой-то текст ну и сразу заодно я сменю и для футер здесь тоже есть типография параграф причем шрифты меняются только для параграфов сейчас я вам это покажу здесь я поменяю вот не забудьте смотрите у нас здесь еще h1 h2 h3 да если мы зайдем в h1 заголовок вы видите здесь стоит совсем другой шрифт здесь в принципе можно оставить один шрифт то есть выбирать тоже здесь потому что h1 у вас скорее всего заголовок будет на странице потому что один раз этот заголовок обязателен для поисковых машин то есть про потом пройдетесь когда добавьте текст или сразу же как хотите меняете шрифт у вас же еще если нет текста h1 вы не увидите его как он будет выглядеть потому что возможно здесь придется подкорректировать размеры вот фон сайда поэтому я вам советую пока это не трогать пока наш сайт не наполнен изменили шрифты только там где у нас уже есть текст вот и скорее всего вы не будете использовать все заголовки обычно используют h1 h2 h3 в редких случаях добавляет h4 h5 и h6 если вы не совсем понимаете о чем я говорю сейчас про h1 заголовки это мы позже пройдем когда будем наполнять наш лендинг материалами контентом в общем вы видели как легко сменить шрифт в подвале я изменил шрифт вы видите здесь текст изменился но там мелко возможно мы это исправим когда дойдем до низа когда мы будем редактировать подвал и менять данные на на свои ну вот и все на этом я заканчиваю этот урок и увидимся с вами в следующем если вы уже стерли пальцы поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно 2 очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроит услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь